Здравствуйте! Вы смотрите «Реальный разговор». Женевский саммит президентов США и России на минувшей неделе стал главной темой обсуждения политиков и прессы. Но эту встречу ждали не только в Вашингтоне и Москве. Женева была выбрана для проведения саммита неслучайно, учитывая давнюю историю швейцарского политического нейтралитета. Вилла Лагранж, построенная в XVIII веке, находится в живописном месте в центре одноименного парка и считается одним из самых больших книгохранилищ мира. Однако 7 июня доступ к вилле был ограничен. По оценкам местных жителей, никогда прежде парк и вилла не подвергались такой массированной охране. Сама встреча двух президентов внешне ничем не намекала на низкий уровень отношений. На парадном входе дворца Байден и Путин пожали друг другу руки, после чего удалились в комнату для переговоров. Вопреки ожиданиям, диалог длился чуть более двух часов, что для саммитов подобного уровня событие нечастое. Российские комментаторы из числа прокремлевских аналитиков не применялись язвить. Кратковременность диалога объясняется тем, что Путину с Байденом говорить попросту не о чем. Однако содержание разговора за закрытыми дверями пока неизвестно. И наблюдатели сосредоточились главным образом на раздельных пресс-конференциях президентов. Ну, стороны заложили фундамент, создали механизм, переговорный какой-то механизм, который, возможно, приведет к чему-то, к каким-то серьезным решениям. Я имею в виду договоренности. Это, конечно, и стратегическое вооружение, стратегическая стабильность. Это и, конечно, кибербезопасность. Позитивно, несомненно, намерения заявленные, а значит, уже обязательные в какой-то степени рассмотреть проблемы заключенных, рассмотреть проблему кибербезопасности. Там много интересных моментов. Это была пятая по счету встреча Путина с американскими президентами. Но никогда раньше диалоги не проходили на фоне практически замороженных отношений. И почти всегда результаты договоренностей президенты доносили до журналистов. В этот раз и Путин, и Байден воздержались от детализации планов. Байден на отдельной встрече с журналистами заявил, что на верификацию обоюдных интересов потребуется не менее полугода. Эти шесть месяцев нужны американской стороне для того, чтобы в конце концов ответить на вопрос о доверии Путину. Сам же Путин, отвечая на вопросы журналистов, чувствовал себя хозяином положения и всякий раз, прикасаясь к той или иной щекотливой теме, отсылал корреспондентов Женевского пула к опыту, не всегда, надо сказать, позитивному опыту оппонентов. Скорее он определил для себя, так сказать, центральную тему. А так он импровизатор и уверенный в себе импровизатор. Поэтому выглядит это, может быть, чрезвычайно стройно. Какие-то вещи, конечно, он заранее знал, какие-то формулы, например, как говорить о Навальном, что он скажет о Навальном, поскольку знал, что его спросят. Но в целом это была идея такого уважительного, скорее уважительного отношения к несомненному противнику. Странно, что журналисты задавали одни и те же вопросы, не предъявляя каких-то дополнительных аргументов в связи с тем же законом об иностранных агентах. Можно же было спросить, в конце концов, что не все НКО финансируют Соединенные Штаты. Большинство финансируется Европой. Чтобы тогда ответил на это Путин, соскочив с этой пластинки, которую он повторяет постоянно. Одним из немногих позитивных моментов, которого, впрочем, ожидали, стала договоренность о возвращении послов. Но если это единственное, о чем удалось договориться наверняка, то возникает вопрос, а имеет ли это в нынешней ситуации низкого уровня отношений политическое значение? Ну, безусловно. Это определенный политез дипломатический, это символический жест, так же, как и отзыв послов, это символический жест, это сигнал, вот когда послов не отозвали, а намекнули, что они здесь не ко двору, я имею в виду, американского посла нашего отозвали. Это был сигнал, что мы очень недовольны, Россия очень недовольна. Ну, вы знаете, мне кажется, что тема послов – это вообще не вопрос, потому что нормальные условия при любых отношениях, за исключением войны, когда крупные, уважаемые, солидные страны имеют отношения на уровне послов. Должен быть полномочный посол России в Вашингтоне, должен быть полномочный посол Соединенных Штатов в Москве. Это естественно. Президент Путин в Женеве по обыкновению играл в пинг-понг, всякий раз перебрасывая ответственность на США по любому щекотливому вопросу, будь то ФБК Алексея Навального, который якобы занимался просвещением молодежи в области изготовления коктейлей Молотова, или СМИ иностранных агентов, попавших под действие репрессивного закона в ответ на признание иноагентом одного из российских пропагандистских каналов. И Путину легко чувствовать себя в его праве еще и потому, что сами журналисты, задающие вопросы на пресс-конференции, позволяют ему обтекать острые углы. Да, журналисты были неинтересны. Вот это удивительно, но ни одного такого четкого вопроса, который журналист должен был бы поставить, я, например, не услышал. Потому что всегда вопрос задавался с каким-то люфтом, который позволял Путину уйти от неприятных конкретных вещей. Что с Навальным, что с Белоруссией. Вот таких четких конкретных вопросов, которые ставили бы Путина в сложное положение, я не услышал. Михаил Таратута полагает, что в какой-то мере проблема журналистского пула Путина характерна и для американской прессы. Я смотрю, американская пресса и вообще американский политический класс сосредоточился на том, кто выиграет, кто проиграет, кто сколько очков наберет, а не на том, что они могут вместе сделать. Это удручающая, вообще-то говоря, с моей точки зрения, позиция. Потому что тот футбольный матч устраивать, или что-то еще из этого, спортивное состязание, но неразумного. Ситуация ведь на самом деле очень плохая. Но реально она плохая. Вот понимаете, есть красные линии. У каждой страны есть свои красные линии. В 1962 году, когда СССР перешел красные линии, Соединенные Штаты были готовы вплоть до начала ядерной войны. Вплоть до начала ядерной войны. И что, неужели этот урок до сих пор не усвоен? Вот у меня впечатление, вы знаете, я небольшой симпатизер демократической партии, и Байдена в частности, но у меня есть полное впечатление, что все-таки действительно многолетний опыт Байдена в международной политике не прошел все-таки даром. Он прекрасно понимает, я думаю так, чем вообще чреват переход красных линий. Если сегодня понаблюдать за украинскими пабликами, то ожидание момента истины для Киева обернулось разочарованием. Так называемый территориальный вопрос, по словам Джо Байдена, следует решать дипломатическими инструментами, в том числе в контексте Минских соглашений. Вряд ли в самой Украине надеялись на стремительный прорыв в украино-российских отношениях или скорое вступление страны в НАТО. В конце концов, это решать не столько Украине, сколько странам Альянса. Что касается Путина, то он, конечно, гораздо более пространно поговорил про Украину, что любопытно, потому что при этом он подчеркнул, что мы практически про Украину не говорили, вместе с тем потом дал довольно длинные пассажи, касающиеся Украины, что проливает свет на самом деле на его приоритеты, на его озабоченности и так далее, когда он подробно разъяснил еще раз российскую позицию по поводу Минских договоренностей, очередности выполнения этих договоренностей и так далее. На Украине, с моей точки зрения, вот команда, которая руководит страной, это команда больших фантазиров. Они постоянно живут в иллюзиях каких-то, а не в реальном мире. Ну, неужели они не понимают? Это удивительно, что не будут никогда в жизни американцы воевать с Россией за Украину. Вот представим себе такую ситуацию. Просто вот на секунду ее представим. Не дай бог, это все произойдет. Но вот Байден передумал и говорит, что, ребята, все, надо вступать в НАТО, помогать Украине вступить в НАТО. И вот начинается вот это всерьез, вот это движение, прибывают первые эшелоны. Знаете, что произойдет? Я знаю, что произойдет. Произойдет то, что русские войска могут оказаться на территории Украины. И если это случится, для Украины это первая беда. На Украине, решая внутренние проблемы, спешат добиться каких-то конкретных достижений в, скажем так, в изоляции или в агрессии, в атаке ментальной, там, виртуальной, телевизионной на Россию. Но это не значит, что Байден должен играть за Украину. Он играет за Соединенные Штаты. Я думаю, что у Путина после этой встречи совершенно не осталось никаких иллюзий, если они были, насчет того, что военные действия на территорию Украины для него будут сопряжены с недопустимыми издержками. Поэтому военный конфликт с Украиной, мне кажется, и раньше он был неактуальным. Это скорее были такие боевые танцы вокруг границы для того, чтобы напугать. Напугать не удалось, но решая внутриполитические свои проблемы, конечно, Зеленский хотел бы получить более жесткую реакцию и насчет «Северного потока-2», и насчет ДНР, ЛНР. А над Америкой не каплят, в отличие от, я бы не сказал даже от Украины, а в отличие от господина Зеленского. По словам Байдена, страны демократии должны стоять плечом к плечу в борьбе с новыми вызовами. В этом можно прочитать двоякость. С одной стороны, можно предположить призыв к странам демократии к противостоянию Москве, а с другой, Россия переставит быть таким вызовом с учетом того, что американская администрация не выпускает из головы Китай, Ближний Восток или страны исламского мира. Россия – часть этого вызова, однозначно для Америки, и Байден действительно с первого дня пребывания у власти активно проводит эту линию, эту риторику, концепцию насчет противостояния демократии, коллективных демократий вместе с одной стороны, автократии, авторитарных режимов с другой стороны. Мы знаем, что давно еще, собственно, даже до его прихода в Белый дом было запланировано, например, проведение большого съезда, слета демократии. Америка к нему активно готовится. И он постоянно проводит эту линию, подчеркивает, что мы должны вернуться к противостоянию авторитарным режимам, иначе они будут наступать, иначе они нас потеснят. Для этого нам нужно единение рядов евроатлантического, западного, если хотите, сообщества, то и всех тех, кто базируется на традиционных либерально-демократических каких-то ценностях. Я думаю, здесь Байден еще шире, как бы, шире оценивал ситуацию, потому что до того, во время встреч с европейскими лидерами и организациями, речь-то шла о том, что западная демократия должна объединиться в противостоянии, в том числе, популизму и тем трендам, которые существуют внутри самих западных демократий. То есть здесь, как бы, весь комплекс вопросов. А то, что касается территориальных дел, ну, судя по всему, эти проблемы только были обозначены. Они хотели в назывном порядке как бы поговорить о ряде проблем, но они их назвали. Да, Украина остается проблемой, да, Беларусь остается проблемой, Путин не стал даже, судя по тому, что сказал Байден, не стал даже как-то реагировать на то, на его озабоченность белорусской ситуации. Да, Беларусь для Путина не является предметом обсуждения. Впускать Соединенные Штаты в свои взаимоотношения с Александром Лукашенко непозволительная расточительность. Держа республику за вас сало, хозяин Кремля полагает, что сжимает нити в руках. В этом смысле у Вашингтона связаны руки. Не вводить же в самом деле в Беларусь войска. Но как в таком случае строить стратегию белорусской оппозиции, которая осознает, что игра на повышение со стороны США приведет к нулевому результату? Я думаю, что вообще-то говоря, возможности этой встречи были несколько переоценены наблюдателями, поскольку собственно трудно себе представить, а кто конкретно мог бы осуществить такую вещь, как выдворение Лукашенко из Беларуси. Ну, Путин точно не мог бы. А кто мог бы? Байден тоже. Ну, и я имею в виду не Путина, конечно же, лично, или Байдена лично. Но оба у них, они не обладают никакими такими инструментами, что прям вот вопреки воле Лукашенко взять его и вывезти. Есть два варианта. Или уговорить его. Я не думаю, что его можно уговорить, но, возможно, Путин думает так. И даже думает, что, возможно, какая-то конституционная реформа, которая в итоге приведет к выдворению Лукашенко, вопрос только через какой срок, если она вообще состоится. Ну, то есть, насколько видно по кремлевским действиям, они все еще верят, что возможен вариант конституционной реформы, что возможен вариант союзного государства. Пока трудно себе представить, как Россия могла бы осуществить в Беларуси силовой вариант смены власти. Также трудно себе представить, как она могла бы позволить американцам осуществить силовой сценарий смены власти в Беларуси. Конечно, многие ожидали, что кто-то придет, встретится, пришит и поможет. Ситуация настолько драматичная и тяжелая. Людей забирают буквально за белокрасно-белые значки, за белорусский язык. И понятно, что все ожидают чуда. Но во время таких встреч чудо вряд ли происходит. Я сам участвую как помощник Светланы Тихонодской на встречах политически на высоком уровне. Я знаю, что на самом деле решение или подготовлено заранее, и все договорено, или это просто обмен мыслями, обмен позиций. Договориться, особенно когда у тебя большая повестка, особенно на таком уровне, в процессе невозможно. Я думаю, что это только начало. С этой встречи начнется обсуждение Беларуси на других уровнях. Я думаю, что Байден вернется к теме Беларуси еще много-много раз. Но для Путина была точно обозначена приоритетность, что это один из принципов или нормализация американско-российских отношений, или в всяком случае тем, которые можно обсуждать, за которые можно торговаться. По мнению Франы Ковичерки, надежды беларусов на то, что кризис можно разрешить, полагаясь на внешних игроков, крайне опасны. Беларусы сами должны решить свою судьбу. Америка и Россия в данном случае могут выступить гарантами бескровной смены власти. Но готова ли Россия выступить в роли такого медиатора? Мне кажется, интерес Путина действительно не холодная война. Интерес Путина разделение мира на сферы влияния. То есть, вот есть российский задний двор, куда Путин по умолчанию включает Украину, Грузию и некоторые другие страны, сателлиты советского блока. Уже не все. Прибалтика отрезан и ломоть, Польша, Чехия отрезан и ломоть, с Югославией отрезан и ломоть. Там, туда интересы путинской вертикали уже не простираются или простираются в меньшем мере. Там у них ничего не получается, там у них довольно слабая агентура влияния. А вот Украина для Путина жизненно важный момент. Значит, его идея заключается в том, чтобы вернуть Украину в сферу влияния России. Интересы самой Украины его в этом смысле чрезвычайно мало занимает. Идеальный вариант для него был бы сохранить нормальные отношения с Соединенными Штатами и при этом забрать под свою руку вот эту самую отбившуюся от него Украину. Понимаете, вот создалась некая атмосфера в отношениях, исходя из которой может что-то родиться. Родиться нет, мы не знаем на самом деле. Не исключено, что, во-первых, что-то может произойти, какой-то конфликт, что-то кто-то спровоцировать. Я не знаю, что может случиться. И все закончится. Это может случиться. Но намерения, по крайней мере, мне кажется, такие были. Путин это, в общем, довольно хорошо привел слова Толстого, сказав, что, в общем, это еще не рассвет, а зорница. Кроме того, мировая история доказывает, что договоренности двух держав в отношении более слабых стран представляют опасность для того, кого державы, собственно, собираются спасать. В нынешней ситуации это касается как Беларуси, так и Украины. Я бы на их месте больше опасался бы, как раз, если бы Байден и Путин сблизили свои позиции по Украине, потому что это было бы более опасно для самой Украины. Байден и Путин затронули тему Украины, затронули ее явно, определенно, и никак не договорились. Это же, это было сказано, в общем, обоим. Тема минских соглашений, она трудная и для Украины, и для Запада, потому что это были соглашения, написанные, подписанные в тяжелых очень условиях военных Украины, и теперь они висят бременем, потому что, как правильно сказал, может быть, очень сурков на днях, это минские соглашения, это закон о том, что на территории Донбасса украинские законы не действуют. Украина не может с этим смириться, а значит, непонятно, какой следующий ход. Последнее время много говорит Зеленский о членстве в НАТО, и сближении с этим альянсом, и по сути, даже говорит в такой немножко требовательной форме, если хотите, иногда съезжая на ультимативную форму, что вот мы требуем, чтобы предоставили нам перспективу членства, дали план действия по поводу членства и так далее, говорит президент Байден, лично обращаясь к нему, ответьте нам, мы сможем продвинуться по этому пути. Принципиально, стратегически, на перспективу для Украины действительно нет другой альтернативы, по моему мнению, чем членство в НАТО, потому что иначе, если мы не будем частью этой коллективной системы безопасности, мы будем обречены на постоянное пребывание в состоянии конфликта с асимметричного очень для нас конфликта, с гораздо более сильной Россией, а членство в НАТО могло бы помочь решить эту проблему. Но НАТО, как мы знаем, как альянс, который состоит из многих стран, у которых разные позиции по этому вопросу, часто не сходящиеся с фашингтонской позицией, не готов, конечно, подсещаться и на ближайшую перспективу рассматривать возможность сближения Украины и предоставления плана действия по поводу ЧНОС. И еще один момент, на который обращают внимание комментаторы Женевского саммита. На своей пресс-конференции президент США заявил, что Путин не хочет холодной войны. Но это не значит, что российский лидер готов сложить оружие. Конец цитаты. Вот если слово оружие принять за фигуру речи, то готовы ли сами Соединенные Штаты сделать первый шаг в этом направлении? Сам факт того, что возможно консультации по принципиальным вопросам и, главное, возможно сделать шаг назад от той линии, за которой начинается горячий конфликт любого свойства, в том числе ядерного, это важные вещи. И, может быть, инфраструктура Соединенных Штатов будет меньше страдать от атак патриотически настроенных частных лиц, к которым государство, как любит говорить, Путин не имеет никакого отношения. Так что встреча была все-таки нужна. Понятно, что Женецкий саммит вряд ли повлияет на фундаментальную смену позиций двух стран по ключевым вопросам соблюдения прав человека, территориальной целостности европейского континента, особенно части постсоветского пространства. Едва ли он заставит российские власти пересмотреть дело Алексея Навального или отправить в безопасное путешествие Александра Лукашенко. Мы живем в атмосфере опасений, привычных для нас, и, конечно, главное опасение было, то, что произойдет такой вот конфликт между лидерами, похожий, кстати, на общение Хрущева с Кеннеди, этого не произошло. И здесь, я думаю, умение Байдена уйти вот от такой конфронтации, которая дает ему его профессионализм, очень полезна. Значит, тем самым исчезло какое-то время, исчезла возможность эскавации. Почему? Потому что с точки зрения Путина игра продолжается. Вы смотрели «Реальный разговор». Ищите нас на сайте телеканала «Настоящее время», а также на YouTube-канале «Настоящее время.дог». Оставляйте комментарии, лайки. Это помогает нам расширять аудиторию интернета. Ищите нас на сайте. Ищи уйти,